В результате года было выяснено, что всего в 2017 году в адрес управления МКУ ЖКХ поступило 1358 обращений. Из них 115 обращений в письменной форме, 1243 посредством телефонной связи. По состоянию на 11 февраля 2019 года в управление поступило 280 обращений граждан, из них 8 в письменной форме, все остальные 272 обращения посредством телефонной связи. Таким образом, основное количество обращений в управление поступает непосредственно по телефону. Обращения, поступившие в ходе личных приемов, учтены в общей массе обращений, поступивших по телефону, в связи с чем не ставилось возможным указать их точное количество. По результатам выезда директору МКУ Управления ЖКХ города Кузнецка рекомендовано, во-первых, ввести отдельное дело производства по обращениям граждан, потому что все обращения оформляются в общей массе. Далее, установить конкретные даты и часы для личного приема граждан и разместить соответствующую информацию на территории управления и также в СМИ. Кроме того, рекомендовано документально фиксировать все устные обращения, поступающие в ходе личного приема и непосредственно определить специалиста, который будет вести дело производства по обращению граждан. Мы ищем решения, ищем варианты решения, особенно там, где нужно и можно решить. Есть люди, которые годами обращаются про одно и то же, у них никаких правовых оснований требуют то или иное решение, нет, но есть люди, которые приходят с бедой, с которой мы должны как-то найти решение, как справиться. Вот это самый правильный подход. Добрый день, уважаемые коллеги. Неделя в отношении количества аварийных ситуаций была спокойная. Две утечки по отоплению, две утечки по горячему снабжению были в тренинг-народных сетях. А вот теплой сети неделя прошла без проблем. Водоканалов две утечки, кратковременное отключение электрической энергии было в единичном случае за неделю. Дор-сервис занимается исполнением предписания. В основном это вывоз снега с обочин дорог. Нам подано заявку управления ЖКХ на участие в областной программе совершенственное освещение в населенных пунктах. По этой программе мы планируем поставить 46 светильников светодиодных в тех районах, где освещения на сегодня практически отсутствуют. Это предпочтение будет отдаваться районам многодетных, где им отдавали земельные участки, и сзади Алексеевской базы, где у нас большое количество обращений. Далее, значит, провели два совещания на этой неделе по вопросам, связанным с обслуживанием дымоходов и вентканалов, с участием управляющих компаний отдельно, отдельно ТСЖ, при участии газораспределительной организации, организации, которые обслуживают дымоходы и вентканалы. В понедельник и в среду они прошли. Управление по делам ГУЧС, обходного протокола, предоставим и организациям разоставим. Значит, как-то плавно совещание с ТСЖ превратилось опять в совещание по вопросам за отходов. Значит, очень было много нареканий и возмущений. Договорили, сегодня после 10, там самые активные представители ТСЖ подойдут. Будем готовить обращения по их инициативе в адрес губернатора, чтобы в МОМКД, который принимает решения на общих собраниях, была возможность перейти на оплату с человека. Попробуем, что из этого выйдет. Значит, объехали город с проверкой в четверг по организации работы с налезью на кровли в жилых домах. Значит, переписали адреса наиболее беспокоящие наши. Были во всех районах. Значит, управляющие компании ТСЖ работают. Вот за субботу и воскресенье. При отцепеле все, что было сделано в день, практически с нуля надо начинать. Поэтому еще раз указания данные, эту работу усилить. Значит, прошла пресс-конференция с представителями МОМКОПРОМ. Шевченко Андрей Владимирович был, значит, публикации в газетах выйдут буквально на днях. Значит, вопросов было задано более 20. Не на все он ответил. Часть еще в письменном виде нам предоставят. Значит, подготовлен план мероприятий повышение качества воды для согласования в Роспотребнадзоре для предусмотрения и проектирования строительства станции на 8-м заборе. Значит, готово ПСД завтра в Пензу едут на совещание в стройтех по поводу благоустройства центральной части города вместе с потенциальными подрядчиками. Значит, и заодно проектно-смертную документацию на дороге заберем. Завершен прием заявок населения на включение бюллетеней для рейтинга голосования объектов общественных территорий обсудили перечень с депутатами, участниками общественной комиссии. Сегодня общественная комиссия будет подводить итоги, какие территории мы в бюллетене будем включать. Ну и напоминаю, что сегодня, значит, произойдет отключение аналога УТВ, трансляции, по сути, она уже прекращена. Значит, мы еще раз за неделю вновиде, где только угол возможен телефон на горячей линии, на все вопросы от пенсионеров, от кого-то по настройке, по консультации будем реагировать. Ну, как бы есть инфраструктура, вот как люди должны решать свои вопросы по телевидению, по переходу. Но, скорее всего, кто-то что-то где-то прозевает, и информация может пройти, значит, обращение может любым путем пойти. Через соцзащиту может пойти. Слышите, да, соцзащиту? Значит, вот если кто-то неформатно получает информацию о том, что вот у кого-то проблема, значит, все это дело сваливаете сейчас в первую приемную, ко мне сваливаете. Вот если где-то кто-то неформатно выходит, у вас есть информация, выводите на секретаря, он задачу получил, будет фиксировать, мы будем в ручном режиме выруливать, там, помогать людям подходить к телевидению. Другое дело, что информация должна быть полная, по возможности, если вы даете там координаты, как связаться, адрес, человек, телефон, что-то должно быть, к этому обращаю внимание. Вот, значит, садись, пожалуйста. Ну, коли вот затронул тему, Владимир Евгеньевич, здесь о мусорной реформе, я как бы чуть вперед забегу. Был вот в пятницу, в субботу в Москве на съезде Конгресса муниципальных образований общероссийского, которое проходило в здании Государственной Думы, значит, ну, основная масса участников, это, конечно, были представители муниципальных образований, и хочу сказать, что, ну, большое количество вопросов было поднято с мест, вот, на уровне мэров, глава администрации, именно по мусорной реформе. Учитывая, что там были, значит, люди, ну, не последние в нашей стране, на уровне вице-спикеров, значит, руководителей комитетов Государственной Думы, зампред правительства Российской Федерации, МУКО, министры, замминистров, то есть вот эта информация была доведена, и доведена довольно-таки резко и рельефно. И даже, так сказать, в своем заключительном слове вице-спикер Госдумы Неверов отдельным блоком прошелся по вот этой теме, то есть мы, как смогли, актуализировали эту проблему, я так понял, что удалось заранить зерно, так сказать, ну, определенных там сомнений и несомнений, но интереса и внимания к этой проблеме. Поэтому не только вот здесь мы, как бы нам скинули эту реформу, мы с ней кувыркаемся, все рычаги мы на эту тему включаем, в том числе и в высшем законодательном органе Российской Федерации. Это вопрос был поднят и, значит, областными центрами, и районами, и городами типа наших. Но, значит, Владимир Евгеньевич, там в почте есть бумага, нам транслировано письмо с Минстроя Российской Федерации, ты его посмотри, оно хитрое такое письмо. С одной стороны, там много, что возможно, как сделать, с другой стороны, письма не являются, значит, нормативными документами, его надо почитать, посмотреть, как можно воспользоваться описанными там механизмами. И второй момент, все-таки сейчас значительная часть задач по мусорной реформе, они транслированы на региональный уровень. Вот муниципалитеты, к сожалению, оказались в нее выключены. И об этом, кстати, говорили на вот этом съезде, на котором я был, что, значит, все проблемы разруливать и сталкиваться нам, а полномочий нам, кроме задач, не оставить. Тем не менее, областной уровень серьезно имеет возможность подруливать этой ситуацией, поэтому совершенно верно, надо формулировать, предложить дефицит мнений и дефицит предложений присутствует. Не все знают и не понимают, что нужно делать, какие проблемы, поэтому и мы на своем уровне должны работать, в том числе какие-то генерировать идеи и заряжать их в вышестоящие инстанции. И, значит, Владимир Алексеевич, и вам надо подключаться к этой проблеме для того, чтобы ЗАГСОБР тоже грузить задачи. И наших депутатов ЗАГСОБР я тоже загружу, включая и Кириллова, и Климова, и Акчурина, чтобы подключались и вырабатывали тему по корректировке. Определенные движения там пошли. И, во всяком случае, вот как нам доложили, правительство Российской Федерации одобрило решение по освобождению от НДС регоператоров при определенных условиях. Поэтому там какая-то корректировка идет, и она так полагает, что потихонечку мы сообща вырулим на ситуацию, при которой не так это будет, во-первых, накладно гражданам, во-вторых, реформа получит тот вектор, на который она и должна, по идее, быть нацелена. Именно там организация грамотной уборки территории города, грамотной отработки всего потока бытовых и коммунальных отходов, создания цивилизованного общественного пространства, освобожденного от этих наших проблем с мусором и прочим. По прогнозу относительно благоприятная, понятно, вот это, значит, переходы температуры, они будут способствовать сосулькам, образованию наледи. Но, тем не менее, осадков крупных не ожидается, поэтому я прошу и требую и от муниципальных предприятий, и от жилищных организаций продолжить самую активную работу по очистке территории, по подъездным путям, по выездам изнутри кварталки на основные дороги. Это тоже надо делать по пешеходным зонам, по организации безопасности дорожного движения, вот это так называемые треугольники видимости, зачищать тротуары и постоянно вывозить снег. Весь этот снег, который мы вывезем, он уменьшит количество воды, которая будет на улицах города. А ее будет много, судя по осадкам. Поэтому есть чем заниматься. И, значит, вот до кучи, Владимир Геевич, помечай себе юристы, возможно, нам и, значит, садовников, вот возможно, нам есть смысл, во-первых, посмотреть правила благоустройства с точки зрения снеговой нагрузки, с точки зрения снеговой нагрузки, возможно, какие-то критерии ввести, что не просто очистка территории от снега, но и вывоз, если это площадь определенная, да, то есть арендаторы, собственники должны вывозить снег в определенных условиях. Если у них там большая площадь, превышающая, например, столько квадратных метров, или чего, это уже не просто сгребать, а вывозить. И, может быть, в договорах аренды это прописывают. То есть все должно быть у нас, вот этот вопрос на примере нашей вот нервной зимы, и подумать, как, может быть, что-то и поправим. Вот, может, какие-то другие предложения есть, потому что зима, она вот дает нам прикурить, и много вопросов ставит. И не только там, в масштабах, конечно, Кузнецка, это везде. Мы еще нормально живем, я пообщался с Саратовом, Оренбургом, там до сих пор и во все деревни доехали. И даже в областных центрах еще там есть такие медвежьи углы, до которых толком не добрались. То есть в масштабах такой. Да, находится 39 таких НТО, значит, при анализе... Которых сроки, наверное, истекли, да? Которых, да, истекли сроки нахождения договора аренды земельных участков по ним. Значит, при анализе данной информации было выяснилось, что по двум еще сроки не истекли. По остальным, значит, были направлены в рамках досудебного урегулирования спора претензий с требованием демонстрации НТО в срок до 20 февраля. Также конкретно по нестационарному торговому объекту в районе улицы Ливаневского 2Б подготовлен приказ о проверении униплановой проверки перед прокуратурой для согласования, так как и в том и в другом случае предметом проверки является индивидуальное предприниматель и юридическое лицо, ТСЖ и предприниматель. Я так помню, да, понял, с ними побеседовали, да? Да, побеседовали. Мы выезжали и со своей стороны. Они не все поняли? Нет, но они обещали, пусть как убрать сами. Хорошо. Там непонятно, на каких основаниях действует лицо, которое пытается там исключать договора и оказывается... Ну, в отношении этого лица в полицию подано заявление? Написали. Написали заявление? Ну, хорошо, пусть разберут с ним, а то тут родины торгуют, как хочет. Понятно. На прошедшей неделе состоялось совещание в Пенде, проводимое корпорацией МСП, по вопросу оказания имущественной поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства. Были доведены изменения законодательства и целевые показатели, которым необходимо не менее 10% муниципального имущества, должно быть включено в реестры, перечни так называемые, которые подъезжат передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на крупных условиях. Ты нашел эти 10%? Что передадим? Здание администрации? Да, нет. Здесь прошедшие изменения расширяют круг имущества, которые могут быть переданы, туда могут быть включены объекты, которые закреплены на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, находящиеся в предприятии и учреждениях на этих правах, а также земельные участки, в том числе собственность, на которой не разграничена государственная собственность. Подключаясь к этой работе, посмотрите, что у нас там подходит под эти критерии совместно с Павлом Геннадьевичем, ну и держатели муниципальной собственности и площадей тоже посмотрите, что у вас лишнего есть, то, что не нужно и то, что можно сдать в аренду, значит, передать под развитие малосреднего бизнеса. И на прошлой неделе у нас закончили прием заявок на участие в аукционе по продаже 30% пакет акций акционерного обучения города России. Ни одной заявки не было зарегистрировано, соответственно, мы вывешиваем сейчас на торги Буфру уведомления о том, что аукцион будет несостоявшимся. Ну, вы сразу вывешиваете и следующий аукцион на оба пакета, сразу, как мы договорились, на 30 и на 19. Значит, будем пытаться еще раз продать по номиналу, пока на снижение не пойдем. Значит, Олег Ильич, поактивнее начинай заниматься тоже этим вопросом, потому что кредиторка твоя зашита в этих деньгах. Никто, как никакой кредиторки, не получит, пока мы не продадим твои акции. Других источников погашения кредиторки нет. Равно, как нет других источников для закупки техники Байшу, на ремонт за счет муниципальных средств, значит, школы детсадов, в которых крышки кукут. Ради этого все делается, поэтому дешевить нет никакого желания, но продавать надо. Оба пакета прям сегодня же, начинайте новые процедуры, 30-19. Хорошо. Я думаю, что таким путем мы половчей кого-то. Я понимаю, что сейчас некоторые люди сидят и ждут, когда мы начнем торговать со снижением. Да? По гору. Да. Ну, я так понимаю, а что? Ну, кусок-то лакомый, только вот денег жалко. Ну, ничего, повоюем, посмотрим. Понятно. Что у нас с консессионерами? Посмотрели же мы документы, да, которые они нам прислали? Ну, письмо практически готово сегодня. Значит, ну, я так понимаю, что все равно в рамках действующего соглашения дальнейшая реализация вот этих вообще предложений и работы, она невозможна. Да, как бы мы к этому пришли не сегодня. Этим письмом Компьюлинг лишь подтвердил позицию, которая была выработана при анализе законодательства, проведенном. То есть замена стороны по договору невозможна в нашем случае. Изменение условий договора также не допускается антимонопольным законодательством. А те параметры, на которые изначально консессионер подавал инициативу, ну, с ее позиции такова, что невозможна эксплуатация преимущества. Поэтому единственным выходом из ситуации выглядит расторжение данного соглашения. Ну, значит, вы начинаете судить про эту процедуру. Пишите иск и начинаем по одной, по второй позиции судиться. Потихонечку пошли. Значит, меня интересует сейчас вопрос регистрации имущества, ввода эксплуатации и регистрации имущества по станции обеспечения. Вот с этим вопросом, значит, вы ко мне вдвоем подойдете и, Валерий Анатольевич, после планетки втроем зайдете и мы пообсуждаем, как двигаться. Все, присаживайся. Работа неделю. Станция безжелезная работает. Сегодняшний день берем раду, конца сборная, проводим, мониторим. А на станции какие показатели сейчас? Я даже могу сказать, звонить, сколько 54, железная дорожная. Хорошо. То есть вы будете сейчас в лаборатории работать? Да, да, да. Сейчас будем отслеживать. Правда, в конце года, откуда, куда снабжать вода с Южного водозапор, будем мониторить по, я надеюсь, по улучшению качества вода. Контракт это на 2 месяца, вылезли уже до 24. Ну, вот и я обладаю. Поэтому контролировать проще. Контролировать проще. А вот на них давят на нас. Говорят, сто предписаний вам выпишут. Вот только люди, говорят, на них все, сто предписаний. То, что зафиксировали, у нас всего было за неделю 411. Я с вами не считаю, значит, там, как говорится, там, процесс работы, значит, там, где-то на бялость нужно записать. По мусору, в основном, основная доля 262 обращения. То есть люди спрашивают, значит, там, в каком основании, как будет, как будет расчет, у кого же он произведен, значит, там, соответственно, значит, там, требует подтвердить, из каких источников все это сделано, значит, там, в каком восстановлении, в каком расчету. Ну и остальные, как по текущей работе, значит, показания приборов учета, значит, о доставке квитанции, значит, и, значит, обращение, чтобы документы предоставить, а в отсутствии дотома. Чистили сколько? Ну, все, чтобы очистили, нас все замучили. Ну, я понимаю. Не понятно, что старались, что надо почистить за неделю. Ну, хотя бы ограждение. Хотя бы ограждение. Понятно, садись, пожалуйста. Так, Марина Александровна. Точно так же занимаемся, чем-то, 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 чем-то. А вы чьими силами занимаетесь? Своими силами, наивами. Занимаете кого-то? Все, да. Ну, понятно, садись, пожалуйста. Так, Ирина Владимировна. Чистим крыши, слушаем предприятия, так, и все. По справкам также еще и вызвали, тоже очень не работают. Справки какие? Вы не судите, если вы можете. Создайте себе деньги. Ну, мы, честно говоря, сами немножко попали вот здесь в непонятку. Мы запросили правительство области для того, чтобы дали нам разъяснение вот по порядку этих вещей. В ближайшее время нам что-то скажут. Думаю, что мы сразу отладим эту ситуацию, потому что возникла такая проблема. В четверг у вас, ну вот на этом доме мы проведем занятия. Кичатых, где вот у вас там... Да, да, да. Значит, проведем занятия. Кичатов всех оповестит. Мы потренируемся вот пешепоконно, уповодный. Значит, так как... Типа там форс-мажор, да, обрушение там, или угроза обрушения, чтобы все понимали, кто куда бежит, кто что делает. На пятницу запланированную работу, в пятницу пусть не делали. В четверг, в четверг, в четверг. Опять-то пусть работают. Опять пусть работают. Хорошо, садись, пожалуйста. Сиденька конгресса муниципальных образований. Проходил здание Государственной Думы. Значит, там и пленарные, и секции, и все остальное. Значит, вот нам, как бы, решением губернатора, мы, значит, город Кузнецком, был представлен в моем лице и Пензенскую область на этом мероприятии. И, значит, было предложено выступить на секции, ну, связанной с развитием экономики, поддержкой предпринимательства. Я хочу сказать, что это и престижно, и почетно для города, представлять область и город на высшем законодательном органе, да, страны. Это приятно, да, что там узнают, что есть город Кузнецк, и он как-то шевелится. Более того, наш опыт нашего штаба по развитию экономики, он признан положительной практикой. Не все додумались до такого формата, вернее, никто. И этот формат будет тиражироваться теперь, значит, в масштабах страны. Вот, поэтому документы у вас должны быть в электронном виде сформированы, и по запросам их надо будет выдавать в отделе экономики. Там, значит, кому, кому, что и куда. Вот, в целом, как бы там, ну, много предложений было озвучено лицам, представляющим федеральные ведомства на уровне заместителей министров, экономического развития, труда и так далее, и так далее. Им, конечно, мэры накидали много предложений, как выруливать ситуацию, где-то, может быть, подраскрыли глаза. Поэтому участвовать в работе подобных форматов надо. Порой у федерального центра, как я понимаю, за масштабами, за задачи и так далее, как-то так, конкретика уходит. Да, конкретика и проблематика конкретных территорий. Вот, поэтому, когда мы рассказали про то, как бы можно было бы оживить экономику, когда встает мэр и рассказывает про то, что творится в строительстве, вот, конкретный пример с этой пятой школы, как мы с ней мучились, а мучаются все, вот, как-то что-то начинает, понимаешь, как на карандаш что-то браться, потому что это, в конце концов, сейчас национальные проекты в работу пойдут, там, огромные деньги, если вот в таком ключе их осваивать, то мы тут не сильно чего можем достичь. Поэтому, в общем-то, и Мутко, и, значит, представители Государственной Думы, Неверов, там, Деденко и так далее, они так на карандаш много что взяли себе и отметили это дело в своих выступлении. Вот, поэтому, считаю, участие в этой работе положительное, значит, мы тут немножечко себя прославили, вместе с тем, к чему говорю, значит, ряд, вот, у других тоже есть опыт положительный, вот, Рашид Адресович вместе с отделом экономики, есть, вот, город Сургут, у них очень хорошая программа поддержки развития малого и среднего предпринимательства, понятно, и город по масштабнее и возможностям финансово покруче, но посмотреть вот это все нужно. И мэр там такой динамичный, напористый мужик, значит, и вот у них так же это на серьезной основе. Потом, значит, вот надо, да, тоже дам координаты, посмотрите, найдете, в Иркутск, у них вот хорошие проблемы, значит, они нашли формат хороший тоже, ну, областной центр, все понятно, но тем не менее, по компиляции усилий бизнеса и власти, по развитию зон отдыха, реквизиционных, зон, это, значит, досуговый, все это истории. У нас такие проекты тоже есть, просто они идут как бы так немножечко в ручном режиме. А у них так посистемнее, побольше как бы такого драйва вот со стороны бизнеса есть, нашли решение. В том числе вот надо подумать, нам все равно на бывшем аэродроме, там часть территории пойдет под парк, вот туда вот это можно прям ура как-то подтащить. Вот, и вот, Владимир, там себе пометь, вот некоторые территории, значит, они их по комфортной городской среде, у них такая опция есть, если ПСД делает инвестор, или, ну, скажем так, вот как двор, да, ну, я не знаю, там, то ли они сами скидываются на это ПСД, то ли там спонсор какой-то находится, то вот таких проектов есть приоритеты. Вот таких проектов есть приоритет. Если, грубо говоря, так сказать, соответствующие требованиям ПСД, ну, дарится городу, да, со стороны спонсора или кого-то, то это идет первым номером. Во-первых, значит, экономия денег определенных, да, там, бюджетных, а во-вторых, люди проектируют так, как им нравится. Вот. А так, честно хочу сказать, не стыдно было, да, и за Кузнецкой, и за то, о чем мы доложили, на фоне других докладов, на фоне того, как, кто понимает и чем дышит, мы выглядели очень достойно. Учителя, директора школы, никакого отношения, никаким инициативам по сбору каких-то денег иметь не должны, как и для сада. если есть родители, пусть в своем котле варятся и решают свои вопросы сами. Мы можем одобрить, не одобрить, с точки зрения того, они же сами не придут к урочи, школу там, что-то к ней там, значит, они могут спросить мнение. Но заползать в этот процесс, там, явно-неявно, запрещают. Еще раз напомните всем. Даже там есть это благими намерениями. Тем более, там, чтобы не было никаких ситуаций, связанных там с гонениями и каким-то поражением в правах те, у кого не хочет или не может сдать эти деньги. И такие, и такие ситуации есть. Насколько я понимаю, в большинстве случаев сегодня есть более состоятельные родители, они как-то берут, если не всю, то большую часть нагрузки на себя. И вот это правильный подход. Таких людей надо поддерживать и поощрять. По состоянию школ, детских садов. Вот сейчас зима там, где морозы, значит, показали, где-то не прогревают. Где-то сейчас вот там сосульки, крыши тают, течет и так далее. Где-то там какие-то стены затрещают. Все вот это должно быть в таком реестре, да, и с пониманием, кто что делает. Не будет, мэр до каждой батареи не доползет. Это на уровне директора школы, на уровне там, значит, ЦТО что-то должно решаться, да, где-то промыть, где-то поменять, где-то у нас резервы. У нас остался резерв батареи со старой школы пятой? Мы их спрятали куда-нибудь? Ну, у вас заначка есть, да, какая-то. Поэтому давайте вот это все, чтобы у нас было на бумаге. А где-то нужно делать проектную документацию, где-то смету, где-то искать денег. 19 учеников, что-то составляет 9,3 процента. Пять классов закрыты на карантин в первой школе. Три класса, это два класса второклассники и один класс, четвертый класс. По гимназии номер 9, третий класс, и школа 15, тоже третий класс. ОРВИ в грипп пока лабораторно не подтвержден. Хотя в СМИ прошла информация, что по области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. По детским садам 249 детей, 5,5 процента. Но ситуация в городе пока подходит к эпид-порогу, с распотребнадзором обговаривали, а эпохи. Уже контакт был обращаемый, если что, будет помогать, конечно, но здесь главный мероприятие. Я вот почитал, в аптеках заряженные, да, в аптеках достаточно количества. В аптеках, в том числе, а дешевые препараты, там, ремонтодинер, вынимая солидной массе и так далее, да? То есть это копеечные вещи, которые можно и нужно сейчас пропагандировать, чтобы люди ими пользуются. Маски и все остальное. Обращаю еще раз внимание всех. Вот я вот, мне звонят сотрудники, там, руководители, приболел, все, лежи, болею, нечего здесь мне ходить бациллы раздавать. Вот такой подход должен быть у всех. Эта бацилла, она один зайдет, скосит все подразделение. Занимайтесь этим вопросом. Хорошо, докладывай, если что. Значит, в заключении, что хочу сказать. Вот на этой неделе состоится Сочинский экономический форум, на котором президенту будет доложено правительством и губернаторами о готовности к реализации национальных проектов. То есть, после вот этого форума пойдет работа по непосредственно трансляции проектов уже на места. Вот выступавшие перед нами руководители федерального уровня там называют очень много количества направлений, проектов, программ, которые сейчас выйдут в свет и по бизнесу там, и почему только нет. В это все надо будет быстро погрузиться, каждый по своему направлению. Потому что, значит, где-то до апреля, значит, после вот этого запуска национальных проектов деньги должны будут доведены до регионов. И потом дальше эти деньги должны идти к нам. Нам надо понять, что, где и как, где наши, где наш интерес, за что мы можем зацепиться, в чем поучаствовать. И вы сами понимаете, что здесь инициатива и активность какая-то конкурентная, какая-то такая вот нахрапистость, она сыграет свою роль. Со своими вот вышестоящими министерствами, управлениями, департаментами надо будет контактировать по полной программе. Для того, чтобы понять и обеспечить поступление денег по нацпроектам именно к нам, на нужные нам дела. Наш приоритет это нацпроект экология, безусловный, который, значит, по чистой воде мы должны решить вопрос по станции обезжелезной. Но это не все. Там много чего. Там и по поддержке инвестиционной деятельности, приличные средства и программы, и еще раз, по развитию малого и среднего бизнеса, по образованию, по труду, по линии там соцзащиты. очень много. Вот даже рука не успевала записывать эти предложения. Поэтому обращаю внимание, следите за информацией, цепляем ее и приходим с предложением. Приходим с предложением. Продолжение следует...